Исследования, проведенные экономистом Банка Эстонии, оказались неутешительными. Закон о трудовом договоре, призванный сделать наш рынок труда еще более либеральным, к явному оживлению движения рабочей силы не привел. Легкость, с которой закон позволяет теперь увольнять работников, не стала проводником мобильности в поисках новых рабочих мест. И вряд ли здесь стоит говорить о нестыковках в экономической логике. Чтобы двигаться, нужно знать куда. А рынок труда у нас достаточно специфический. К тому же принцип пожизненного переобучения, как бы не был он хорош сам по себе, пока в Эстонии не реализуется. Движение рабочей силы в Эстонии в основном происходит для людей или высококвалифицированных, или наоборот, для людей малоквалифицированных вне Эстонии. То есть ищут работу себе в Финляндии, в Швеции, в Дании, ну и так далее. Поэтому, конечно, нужно сначала повышать уровень внутреннего потребления, для того, чтобы эстонская экономика, ну как бы, множилась с точки зрения наличия работодателей. Тогда можно было бы говорить о том, что динамика поиска рабочей силы может быть как-то осуществлена. Оставшись без работы, новую люди ищут довольно вяло. Это констатирует исследование, предпочитая стоять на бирже труда. К тому же ситуация, когда полстраны работает в двух-трех крупных городах, не предполагает движение рабочей силы в географическом измерении. Ожидать, что одним законом, позволяющим работодателю легко избавиться от работника, можно повысить динамику рынка труда, было бы наивно. Авторы исследования предлагают повысить защищенность соискателей новых рабочих мест, которая придавала бы им уверенность в поисках новой, к тому же, хорошо оплачиваемой работы. Но как это сделать в реальности, за счет каких средств, в том числе и финансовых, не уточняется. Наталья Малюс, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.